Продолжаем нашу прямую трансляцию. 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 Такие отличия, в общем-то, есть. Ну, во-первых, у каждой трассы Кубка Мира есть свои отличия. Но вот видите, Куршевель еще и в этом плане и профиль, и длину чуть-чуть изменили. Если сравнивать с прошлым сезоном Ну что, по-моему, очень приличный был заезд Нам не с чем сравнивать Понятно, она первой прошла Но, мне кажется, очень здорово все было 1-0-8-48 Но сейчас мы быстренько с вами поймем Насколько хороша шифрин Потому что стартовала Виктория Ребенсбург Лидер, в свою очередь, команды Германии Но спортсменка, у которой гигант Который, естественно, лучший у нее У нее 14 побед, по-моему В копилке, в этой дисциплине Но вот как-то супергигант у нее Последнее время стал лучше получаться Мы это отмечали Но она не попала, как ни странно В этом году еще в шестерку Даже не то, что на пьедестал Вот в этой ее любимой дисциплине Но начинала она, если уж так говорит С этой дисциплины, ни много ни мало А с победы на Олимпиаде в Ванкувере Друзья, когда это было, да Скоро будет 10 лет Через два месяца Как был у нас Ванкувер И там вот как раз Виктория выиграла И было ей, сами понимаете, 20 Потому что сейчас ей 30 Ну, тут все Очень легко все Нам с вами понять Посмотрите, да Казалось бы Ну, вот она идет тоже так точно Не на всю рискует Посмотрите Заметно отрывается от шифрин Ну, здесь Вы знаете, конечно, можно было бы сказать Да, вот Как она выиграла Да нет, друзья Вот давайте прямо говорить Вот на глаз-то нам не было видно Что такое Где-то почище Где-то Где-то чуть-чуть поагрессивнее Я бы так сказал И по всей трассе Я вот смотрю на отрезки Она выигрывала на отрезках Там 10 сотых 20 сотых 20 сотых Достаточно неуловимо А это просто говорит о том Что весь темп Со старта до финиша Он был выше Он был выше И как раз почти секунда получилась Венди Холденер Которая, как мы знаем По сообщениям наших корреспондентов Плакала буквально В Санкт-Моринце позавчера Не могли ее остановить Нет, тренер никто не мог остановить Так она расстроилась На домашнем этапе Она Вы помните Я думаю, вы не пропускали В воскресенье параллельный женский Она же вылетела в первом круге В 1-16 финала Для нее это, конечно, удар Тем более домашний старт Но посмотрим Надо Воспрять духом Вообще, конечно, можно понять Венди Вы знаете, она так старается Вот многие говорят Я ее поддерживаю Что она просто перестаралась В том числе и в Санкт-Моринце Ну так она хочет Так она хочет показать результаты Тем более у нее копилка-то маленькая Друзья, ну что такое Три победы за всю карьеру, да? Ну это же очень мало Для такой спортсмен, которая лидером считалась Она уже не лидер швейцарской команды Уже и Гизина ее обошла И Сутер лучше выступает Конечно, тут заплачешь Тем более девушка Ну не сдержала слез Ну молодец Посмотрите, она работает почти на уровне Роббинсбурга И быстрее шифрин Точно? Браво Ну значит полезно иногда поплакать Полезно разгрузиться Поплакать И перестроиться Молодец, Венди Между 14 сотых Да, она выигрывает, конечно У Роббинсбурга Это, конечно, заявка Это еще не результат, друзья Мы всегда помним о двух попытках И помним, как Венди умеет их проваливать Помните чемпионат мира, да? Последний Как она лидировала После первой попытки Ну казалось Вот он будет первый в жизни огромный успех И нет Ну ладно, не будем, чтобы не сглазить Пусть Венди, наконец-то, пожелаем ей удачи Сегодня Ну а сейчас хозяйка соревнований Тесса Ворли Которая тоже нам сказала сейчас в интервью Я, говорит, постараюсь более расчетливо Первую попыточку пройти Особенно не рискую Я уж во второй буду атаковать Ну вот посмотрим, что будет на самом деле Девушка бывает коварная Она может сказать одно, а сделать-то другое Опа, лучшее начало Вот здесь красиво Одной дугой двойный ворот Да, такой красивый Динамичный переход Но здесь мастера Это первая семерка Это лучшие в мире Спортсменки идут Поэтому Согласитесь Очень интересно смотреть Вот единственный показ Мне в Куршевеле не нравится Я думаю, вы обратили внимание Постоянно в профиль, да? У нас почти нет фаз Вот таких прямых планов Все время профиль сбоку, сбоку, сбоку Я еще отмечал и в прошлом году И даже Да и пять лет назад уже отмечал Когда здесь был гигант Ну, немножко не так бы Расставить бы камеры Было бы поинтереснее Но посмотрите, здесь Некрасивый план Его же можно было взять Вон оттуда С отеля сверху, да? И прямиком наезжать на финиш Ну, ладно Ворли проиграла Но немного Она в борьбе Она в борьбе 47 сотых Это Абсолютно не катастрофа Это борьба За пьедестал почета В исполнении Тессы Но мы В общем-то В этом особо и не сомневались Ну что, итальянки, друзья И сразу напоминаю Что они дубль сделали Ни много, ни мало На последнем этапе В Киллингтоне Бассина выиграла Бриньона была вторая Это, конечно, сумасшедший результат Тем более, что много лет Не было побед Кто бы поверит У итальянской команды В гиганте, да? Такая школа Такие истории И вот В Киллингтоне Они, конечно, были просто молодцы Кстати, Бриньона сейчас В общем, зачете Кубка мира Идет ни много, ни мало На втором месте Уступает только Шифрин Правда, отрыв там огромный Но это уже Дело нам с вами понятное Шифрин Она и Шифрин Но Бриньона лучше Из всех остальных Если можно так сказать По уровню первого результата Мы видим два отрезка Абсолютно одинаково Можно сказать С Венди Холденер Ух ты! Посмотрите, она наращивает темп-то А перед самым финишем Наращивает темп Федерико Бриньона И что? Вот так Ну, подтверждение того Что она, видите Она, в отличие от Венди Она, вы знаете Очень уверена в себе Вот чувствуется И по интервью По выступлениям Она раскована У нее нет каких-то Она не плачет Как Венди После соревнований Вот такая уверенная И позитивная Все время Все время с улыбкой Федерико Если уж она сказала Буду бороться за подиум Ну, вот Сказала и сделала Лучший результат Пока у нее Ну, вот и Марта Басина Видите По жребию Они даже друг за другом Две итальянки Ну, можно теперь говорить После дубля Две итальянки В сильнейшем мире Попытаются здесь И сегодня В Куршевеле Что-то подобное Тоже сотворит Смотрите Действительно Соревнуются между собой Ну, что тут скажешь, да? Басина, в свою очередь Выиграет у Бриньоны Теперь уже Ну, второй отрезок На равных Нет, трасса Хорошо выглядит Я вот Именно смотрю По тому, как скользят лыжи Таких Никаких рывков Особых нет Вот те пятна Ледяные О которых мы говорили Вроде бы даже Особо незаметны И трасса Меру жесткая Не ледяная Ну, достаточно жесткая Учитывая погода Все проходит Женщин Ну, и в общем И по отдельности Это тоже Но вот сейчас Почти равные результаты По командам И если вот так дальше пойдет То итальянки Австрии В коей веке Могут и В общем зачете В командном зачете Обойти Петра Вылхова Вот у кого Тоже не очень Удачный старт сезона Ну, сход Вы помните В слаломе Были бы большие шансы Даже на победу В леве Лидировала После первой попытки Петра Ну, и потом Она пропускала Дважды Супергигант Вы понимаете А Шифри Выступала Так что Теперь Надо наверстывать И в общем-то Петра это делает успешно Выиграла Уже позавчера Параллельно С лалом Санкт-Морице Ну, и сегодня Я думаю Должна побороться Опять за высокое место Все-таки Ее и звание Обязывает Она у нас Действующая Чемпионка мира Именно в гиганте Да Посмотрите Шифрин-то Ну, я пока Не собираюсь Делать выводы Но Судя по всему Она Будет самой слабой В сильнейшей группе Вот это Сенсация Уже Друзья Посмотрите Красота Ну, как же нам будет С вами интересно На второй решающей попытке Шесть сотых Первая Вторая Три сотых Потом еще Три сотых Потом Двадцать семь И Шифрин Седьмая Из лучшей семерки Вот это удивление А перед стартом Шифрин Я, кстати, сказал По-моему, да Коротко Что давайте посмотрим Вот как этот Кажется пропуск Соревнований Воскресных В исполнении Микаэла Шифрин Но вот на данный момент Очень плохо Сказывается Ева Мария Брэм Одна из тех Немногих Спортсменок Выступающих Сегодня Кто имеет Немного Немало Победу На этой трассе В пятнадцатом году То есть Четыре года назад Ева Мария Брэм Праздновала победу Но это был Лучший ее год Вы помните Сезон Пятнадцать Шестнадцать Она вообще Кубок мира Выиграла В этой дисциплине Правда На следующий сезон Была травма Пропуск целого года И вот теперь Ева Мария Брэм Пытается вернуться В элиту Будем так говорить Еще Не вернулась Конечно Еще Пьедесталов нет Но Пытается Это точно Тем более Что Она Одна из самых Опытных Ей уже Тридцать Перевалила За тридцать Ну не на лучший Результат Но Куда-то Близко Близко В десяточку Идет Ибрэм Да И она Она проиграет Секунду Да Друзья Но все-таки Обходит Микайло Шифрин Вы знаете Мне кажется Они тут все Договорились Так По-дружески Говорят Давайте Микки Покажем Она конечно Сильная Она супер Но давайте Покажем Что это Мы то тоже В общем Милыком Шиты Пока Все так И получается Ну еще Одна Австрийка Две подряд Я уже Говорил Что Нет Лидера Прошлого Сезона Брунер Из-за Серьезной Травмы Не выступает Ну а что Касается Других Девчонок Ну видите Они только На подходе Они вот В общем-то Не уровня Итальянок Не уровня Шифрин Немножко Так Обезглавленная Австрийская Команда Вы помните Что В Зюльдене Еще и Шилт Получила Тяжелую Травму Ну Шилт Конечно С лалами Была сильнее Ну и Гиганти Могла Бороться За десятку Ее тоже Нет Постоянные Потери В австрийской Команде Ну а команду Спасает то Что много Просто много Сильных Девчонок Не звезд Но сильного Уровня Очень много Поэтому Они вроде бы И не проваливаются Уж совсем До ужаса Но С другой стороны За призы Не спорят И для австрийской Команды Это уже Проблема Ну что Ну что у нас Линдсбергер Тоже Секунда С небольшим Ну вот видите На одном Уровне Австрийки С проигрышем Секунду И Брэм И Линдсбергер А вот Басина Теперь Мы уже Хорошо Ее Ну мы-то Давно Ее хорошо Знаем А вот Те телезрители Которые Может быть Недавно Смотрят Уже познакомились С ней Особо Во время Предыдущего Этапа В Америке Где она Выиграла Сара Хектор Единственная Спортсменка В первой Даже не пятнашки В первой Тридцатки Получается Да Нет В первой Двадцатки Да У шведов С гигантом С женском гиганте Конечно Сейчас Позиции Слабые Еще и Фриды нет А Сара Хектор Может быть Хороший стар Посмотрите Она на уровне Она на уровне Идет Лидеров Ух ты По графику Бассина Представляете Сара Хектор Ну что Хорошее Хорошее Исполнение Проснулась Наконец-то Сара Хектор Много Мы ее Критиковали Потенциал Это огромный Победа Есть У нее Тоже В карьере Ну что Проиграет Да Ну немного Молодчина Большую часть Трасса Она шла По графику Лидеров И вот только На последней Четверти Вот так я бы Сказал Да Ступила 37 соток Это совсем Немного Молодец О какой здесь Дрифт Красиво Она сделала Да Пускается В управляемый Занос Мы Дрифт Называем Управляемый Занос В начале Виража И далее Чисто Все как Было сделано Правильно Норвежка Ну вы знаете Вот похожая Очень ситуация Да Я только что Говорил Что Хансдоттер Завершила И вот На ее место Встала Хектор У шведа А у норвежек Мовинкель Выпала на весь сезон И а вот эта девушка Теперь взяла Взяла на себя Бремя лидерства И молодец Справляется Хольтман Да Приятно было Смотреть на нее И на И в Зельдене Она была Хороша Чуть-чуть До пьедестала Не дотянула Ни много Ни мало И в Киллингтоне Тоже достойно Выступала Да и сейчас Посмотрите У нее даже Не просто лидерская У нее отрыв На втором отрезке 33 сотых Трасса-то у нас Не самая длинная Сегодня 1.07 Прохождение Это Чуть короче Стандартов Ну и что? Неужели Холтман Всех обыграет? Да Дело идет к этому Осталось-то До финиша 200 метров Вот это да Ох ты Интересно Друзья Все интереснее И интереснее С каждым заездом Холтман Первая А Шифрин Правильно вы думаете Последняя Микаэла Шифрин На данный момент Последняя Но друзья По поводу Шифрин Не подумайте Что я злорадствую Или что-то Да нет Ни в коем случае Это было бы просто Нелогично Да Лучшую спортсменку мира Еще что-то говорить Но вот вы знаете Все равно что-то подсказывало Что что-то идет не так Вот с этими И в начале сезона Вот не все старты Мне кажется Она выкладывалась Потом вот еще И пропустила Как-то все это Выглядело не очень Немножко наигранно Потому что Ну Она объясняет тем Что длинный сезон И надо на март Месяц сохранить силы Друзья Ну Ну это как-то Нелогично Да Ну если ты будешь Пропускать в январе Феврале Да Но тут Начало сезона И первый параллельный Вообще был Его пропустить Нет Конечно Ей виднее Тем более Тем людям Кто Строит ее тактику Кто ей помогает У нее там целая команда Целый штаб Ну решили Так решили Посмотрим Что они будут делать Сегодня После сегодняшних соревнований Хотя Шуфри Вы знаете Если она даже Сейчас будет И пятнадцатой После первой попытки Она же может Все равно на пьедестал Попасть Она если соберется Ну И выдаст Идеальную попытку Может Нам Кристоферсон В воскресенье Показал Да друзья Вообще фантастику Припоминаете Всего-то было Позавчера Он Остановился Друзья Не просто ошибся Остановился Проиграл Три секунды А потом Выиграл вторую И стал четвертым Вот пожалуйста А что Шифрин так не может Может Так что здесь Мы Конечно тоже Никаких выводов Пока делать Не будем Сьернисунд Показала Ну мы видели Почему С двумя грубейшими Ошибками Худший результат Ну а сейчас Еще одна Австрийка Рикарда Хазер Тоже Одна из тех Спортсменок Кто Уже давно В разряде Подающих надежды Хотя Друзья Рикарде Уже 26 лет И по Женским меркам Вот Горнолыжного кубка Она конечно Уже Не молодая Но еще До сих пор Подающей надежды Да Ну конечно Еще мало Еще первая группа Стартует У нас 12 номер Но опасений Точно уже Нет никаких Что Сегодня Такие Регулярные Условия Никакой Катастрофы Погодной Не наблюдается Согласитесь Ровно секунду С одной сотой Проигрывает Хазер Ну вот Еще одно Вот видите Я Как чувствовал Они все В одну Буквально В несколько сотых Разница у всех Австриек Да Они и не лидеры Но в то же время И катастрофически Много тоже Не проигрывают Уроженка Краинской горы Словении Метахроват Которая Боролась Ну просто На заглядение Согласитесь Параллельным с лалами Позавчера И наградой Ей Четвертое место Лучшее Что у нее пока есть Но в нынешнем сезоне А вообще у нее в карьере Только одно Третье место И вот видите Опять Будем надеяться Что лучшее Словенок На данный момент Тоже подбирается К педесталам почета А почему бы нет Набирает Набирает она форму Ну а что касается Вот начала Кубка мира Друзья Ну вот наверное Пришло то время Те этапы Когда уже мы не будем Так это Произносить Все таки Уже десятый старт Практически все дисциплины За исключением комбинации Да и комбинация у нас Запланирована На будущее воскресенье Так что В общем-то Можно сказать Что даже Набрал ход Женский кубок мира И тут уже Нам достаточно Хорошо видно По многим спортсменкам Да Кто готов Сезону К первой фазе сезона Кто не очень Ну вот 1-0-1 И девятый результат Для Хроват Поделила она Кстати Девятое место С Хазар Да Мы видим Да У них Абсолютно одинаковый результат Да-да Набирает форму Хроват Это чувствуется Это чувствуется И конечно Понятно Что Приятно Для Словенской команды Ну а сейчас Очень интересная Спортсменка Друзья Вы сейчас Сразу убедитесь Вот она Уже знаете ее Элис Робинсон Человек Который рекорд Установил В Зельдане В самом Молодом Возрасте Победа В 17 лет Победа На кубке мира Элис Робинсон Обыграла Микаэлус Правда В Киллингтоне Она сошла Но вот посмотрим Третий старт Элис Робинсон Да Узнаваема Теперь уже узнаваема И техника И напор И чуть-чуть Не нравится Она с задней техники С задней С пятки Часто работает Это говорит о том Что у нее конечно Агрессивная манера И вы знаете Говорит о том Что крепкая девочка Крепкая мышца Очень Наверняка Физически хорошо готова Потому что вот такие С задней стойки Делать выходы Это надо иметь Хорошие мышцы Очень быстрые мышцы Да Она борется За место В лидирующей группе Немного Немало Друзья Ой-ой-ой Вот обидно Да Двое ворот Оставалось До финиша И она Сорвала Вираж Ну надо же Седьмая Была бы Мне кажется Третья точно Третья четвертая Ну ладно Ладно Это все-таки Не провал Мы прерываемся Ненадолго Возвращаемся в Куршевель Продолжаем нашу прямую трансляцию Обратите внимание Уважаемые телезрители Необычно Да У нас выглядит Лидерская Вот эта табличка Холтман В кои веки Первый раз по-моему Вообще Холтман Норвежка лидирует Ну далее Две Итальянки Басина и Бриньоны Это абсолютно логично Петра Вылхова Четвертая Ребенсбург У нас Далеко Как ни странно Уже не первый раз Ну а Микаэла Шифрин Вообще предпоследняя Друзья После того Как стартовала Первая группа То есть 15 человек И Это конечно Сенсация Друзья Это сенсация Что у Микаэла Шифрин Так далеко Согласитесь Ну а сейчас Мишель Гизин И вы знаете То что у нас Первая группа завершилась Это еще ни о чем Не говорит Потому что здесь И Гизин И Лиздал И Труппы И Анна Файт Конечно Как же Про нее мы И конечно Лара Гуд Бехраме В кои веки Наконец-то Может быть Покажет результат По крайней мере Многочисленные поклонники Лары Гуд Очень надеются Но уже скоро И у них терпение Лопнет Если учитывать Результаты Прошлого сезона Но пока У нас 16 номер Мишель Гизин Давайте посмотрим Мишель Гизин Которая имеет Уже пункты Во всех дисциплинах Ну кроме Параллельного Последнего Многоборка Может быть Наконец-то Исполнится Ее мечта Я помню Ее интервью Еще трехлетней давности Когда говорили Что вот комбинацию Скоро отменят Были такие Помните слухи Да у нас И то и все И она говорила Я все равно Я все люблю Я буду все виды ходить И это мне поможет В борьбе за Кубок мира В общем зачете Представляете Это было три года назад В исполнении Мишель Гизин Ну вот сейчас Неудачный старт Ну друзья Это еще раз повторюсь Ни о чем не говорит Смотрите как она себя ругает На финише Вот просто постучала По каске Не жалеет Сама себя Мишель Ну да Заезд получился Не важно Но тем не менее Друзья Я все равно Отмечу Мишель Потому что у нее Сумасшедший потенциал И во всех дисциплинах Она может отличиться А уж тем более В комбинации Где она Олимпийская Чемпионка Друзья И этим все сказано Так Еще одна норвежка Ну что Мы очень Восхищались Конечно Выступлением Уже не первый раз На открытии сезона Норвежской команды Девушки Прекрасно себя проявляли Но потом был спад А вот сейчас Посмотрите Смотрите Лиздал тоже В зеленой зоне Хопман Лидер Лиздал идет По ее графику Ах Немножечко Здесь Сбавило А мне нравится Манера Посмотрите Непринужденная Такая манера У Лиздал А вот Ноги спортсменов Согласитесь Такие зажатые Да Как правило Такая техника Скованная А Лиздал Так скользит Себе Так Легонечко Казалось бы Да Не проявляя Таких Такая интересная Манера У нее Техника Эх Набрала Набрал Но она Уж точно Последней Не будет Я думаю Нет Секунда На уровне Австриек Да Она вклинивается Между австрийками Чуть-чуть Уступила Хазер Зато обыграла Брэм И Линдсбергер Нормально Нормально И По-прежнему Неплохие шансы Для Второй попытки Конечно Так а это у нас Еще одна Француженка Всего лишь Вторая А пока Француженка Короли Фрассон Б Надежда Французской Команды Теса Ворли Лишь на Девятой Позиции Друзья Вот видите У нас В общем-то Тоже Неожиданно Неожиданно Слабоватый Результат У Тесы Ворли Такая переменная Облачность Я думаю Вы замечаете На экранах Но жалко Что солнышка нет Потому что Видимость Ну Немножко Смазанная Такое При солнышке Конечно Было гораздо Приятнее Выступать Спортсменкам Рельеф Чтобы был Гораздо Лучше Виден Ну а С другой стороны Еще раз Повторяюсь Вполне Приемлемые Погодные Условия Мы боялись Что будет Гораздо Хуже Ну что Неплохо Для себя Короли Неплохо Десятый Результат И сразу Затеса И у них Разница В четыре сотки У двоих Француженок То есть На равных Прошли Ворли И Фрассунбе И сейчас Еще одна Острид Катарина Трупа Ну что Катарина Надо вырываться Как-то Вот Из командных Одинаковых Да Я уже говорил Хазеры Брэм Линсбергер Все одинаково Прошли И все уже Не в десятке Кому-то Надо И хоть Из Австрии За десятку Цепляться А вон Посмотрите Какой склон Там кстати Мини аэропорт Куршевеля Вот Показали нам На панораме Да-да Друзья Здесь Для маленьких Конечно Самолетиков Но есть Аэропорт И взлетная полоса Вот прям Недалеко Вот так По склону Пару километров Туда На запад Начало Это было Отличное Сверху 15 соточек Всего лишь Отставание У Катарины Труппе Очень похоже Если сравнивать С подругами По команде Идет И по времени По всему По отрезкам Немножко Заваливается Вот так Ну у нее Как ни странно Такое узкое Видение Лыж гигантий Меня даже Выделяет Ну тоже Друзья Просто Все четыре Австрики С разницей В несколько сотых Прошли одинаково Но это все Не в десятке Все четыре Спортсменки Застали Ну а сейчас Еще одна Австрийка Друзья Но Самая заслуженная Согласитесь Анна Файт Которая К сожалению После очередной Траммы Возвращается И возвращается Тяжело Ну давайте Прямо говорить Тяжело Вкатывается Пока Даже видно Было Правда Она выступала Она в Зельде Не выступала Да Мы видели Ну Может быть К январю Вот как-то Мне не верится Да Видно Видно Видите Да Неуверенность Такая Лыжки Срываются Казалось бы Она такая Легенькая Да Должна порхать По трассе Как она Это и делала В лучшие годы Но сейчас Вот череда Травм И Олимпийская Чемпионка Сочи Чувствует Себя По-прежнему Неуверенно Согласитесь Ну Олимпийская Чемпионка Сочи В супергиганте Я просто Чуть-чуть Уточню Но Не так уж Это и принципиально Да Не готова Пока Файт Бороться За пьедестал И Что тут Поделаешь Это видно Это видно А хотя В прошлом году Вот у меня Протокол Прошлогодних Соревнований Под рукой И вы знаете Она была Седьмой В прошлом Сезоне Она Так что Это в общем-то Теперьшний результат Даже на удивление Похуже Кстати Если уж вспомнили О соревнованиях Годичной давности На этой трассе То Я напомню Шифрин Выиграла В прошлом году Сейчас она Вы не представляете Себе Семнадцатая Ребенсбург Была вторая Тесса была третья В Орле Которая И Бриньоне Была четвертая Это результаты Годичной давности На этой трассе Которая Как я уже сказал Называется Именем Эмиля Оле Про которого Мы вам Приготовили Небольшой рассказ Я думаю Это будет уместно Ну давайте Вот У нас еще Время трансляции Не заканчивается Давайте Подождем Хотя бы До двадцаточки Чтобы потом И мы С вами Имели право Немножко отвлекаться Потому что Двадцатая Еще пойдет Лара Гуд Пока Тина Робник У Тины Тоже Как-то Все Ни шатка Ни валка Как-то Она вот Во втором Десятке Затормозилась И тоже Вроде бы Не проваливает Но и Вперед Как-то Не продвигается Тина Робник Лучший результат Куршевелли Второе место Как вы видите На экранах У Лары Гуд Бехрами Да Вот сейчас Показали Я сразу Обратил внимание Действительно Старт В прошлом году Вот там Слева идет Канатная дорога И старт был Чуть-чуть ниже В верхней станции А вот в этом году Подняли Мы видим Ну там Наверное Метров на сто Повыше Стал старт Немножко Так сказать Подкорректировали Трассу Ну еще раз Повторюсь Это такого Принципиального Значения Не имеет Ну что Сделает У нас Лара Гуд Она в общем Зачете Сейчас Лишь на Четырнадцатом Месте Да Хотя бы Попадание В десятку Уже Это уже Прогресс Как ни странно Для Лары Гуд Это уже Прогресс Потому что Было Согласитесь Все Заметно Похуже Ну что же Отстартовало У нас Двадцать две Спортсменки Мы делаем Совсем Небольшую Паузу Возвращаемся В Куршевель Вот такова Ситуация У нас Сейчас В первой попытке С Лалома Гиганта Неожиданный Лидер По-прежнему Холтман Бассина Бриньон И обратите внимание Друзья Миколай Шифрин На восемнадцатом месте И с проигрышем Одну Тридцать три Кстати Проигрыш Не сказать Что уж Очень огромная Одна Тридцать три Для Микелы Шифрин Она конечно Наверняка Попытается Исправиться На второй Решающей попытке Ну а попытка Первая у нас Продолжается Напомню Что Шестьдесят шесть Спортсменок В стартовом протоколе И вы знаете Вот там Я уже посмотрел В пятом В шестом Десятке Много Известных фамилий Но это как раз Те спортсменки Которые с Лалом Ходят лучше У них там рейтинг А вот в гиганте Рейтинг далекий И естественно Стартовые номера Я тут смотрю И Франциска Грич И Лена Дюр 40-41 номера Там Ильва Штальнаки Шведка Фиальстрем Симона Вилт Швейцарка Достаточно сильная Миродоли Марсаля В конце концов Итальянка Все они В номерах Достаточно далеких Ну впрочем Как и Екатерина Ткаченко Единственная Россиянка Которая участвует Сегодня в соревнованиях Катя Ткаченко Будет стартовать Под номером 49 Но 49 Скорее всего Не попадет К сожалению В прямой эфир Но Мы следим за всеми В любом случае Друзья И в любом случае Вам рассказываем Всю ситуацию Подробно Ну а пока У нас Швейцарка Элленбергер Андрея Элленбергер Идет Уже большим Отставанием На контрольном Отрезке И вы знаете Вот Сейчас Хочу даже Отлечься На минутку Друзья Давайте Я вам расскажу Многие наверное Не знают Про Эмиля Аллен Того самого Человека Который Именем которого Названа Трасса В Куршевеле Вы знаете Вот Мы сегодня Вот С нашим Режиссером Анастасией Кольцовой Когда Внимательно Почитали Его биографию Это Вы знаете Это что Фантастическое Потому что Человек Сделал столько Что Там 10 Человеческих Жизней Надо Чтобы повторить Его успехи Во-первых Он родился Я думаю Простит меня Клара Дире То что я Отвлекаюсь Эмиль Алле Родился Конечно Давненько В 1912 году Друзья В семье Булочника Причем Здесь неподалеку В горнолыжном Центре Межев Тоже Очень знаменитое Место Он там Родился И вы знаете Так интересно Стал Ну естественно Горнолыжником Хотя это далекие 30-е Начало 30-х Годов Представляете Прошлого века И стал Великолепным Спортсменом Стал чемпионом Мира Призером Олимпийских Игр И так далее И так далее Олимпиада Помните Была в 36-м Гармише Когда там Еще такой Был специфический Режим Да В Германии В 30-е годы Но олимпиада Была в 36-м Там Ну в общем Очень много Результатов Потом он стал И альпинизмом Параллельно Занимался Вот Кстати Вовремя Я отвлекся Потому что Дире Она шла плохо Да еще и Сходит с трассы Да ладно И вы знаете Вот Чтобы уже так Не распространяться На 10 минут Я расскажу Что он был инвестором Он потом Работал тренером В различных Своей команде 7 лет Во французской Канадцев Американцев Потренировал Потом занялся бизнесом Поехал развивать Горнолыжные центры В Америку Южная Америка Северная Америка То есть Человек Так он многосторонен Стоял у истоков Создания инструкторской Службы Во Франции Когда вернулся Из Америки Помогал В педагогическом плане Создавать Горнолыжную школу Французскую Службу спасения Он основал В принципе Вот этот курорт Который вы сейчас видите Куршевель Друзья Он участвовал И в Лен С его помощью И в Шамонии Прокладывал трассы И гостиницы И в общем Друзья Ну просто почитаешь Можете сами там Поискать Просто Великолепная Такая биография Что И самое интересное Друзья При такой насыщенной биографии Человек Дожил до 100 лет До 100 лет И умер у себя В родном городке В Межеве В 12-м году В возрасте 100 лет Ну Действительно Тут не только Вот этот раз И его именем Можно Не знаю Что угодно Называть Так что Отдаем должное Вот этому Патриарху Я бы так сказал Французских горных лыщ Действительно Это слово Тоже подходит Я думаю Что Вы теперь Тоже будете В общем-то В курсе Кто такой Эмиль Але Ну а у нас Продолжают Соревнования Первая попытка И вы знаете Пока никто Вот Из этой группы Себя не может Проявить Мы видим Мари-Мишель Каньон Показывает 20-й Ну слабенький Результат Ну а норвежка Ну норвежки Нас уже приучили Что надо за ними Внимательнее следить Давайте посмотрим Еще одна Представительница Норвежской команды Вернее Даже две подряд Сейчас пойдут Вот Мария Тереза Твиберг В данный случае Между прочим Друзья Шестое место На открытии Сезона В Зюльдане У этой девушки Шестое место Ну а и что Уверенное начало 29 сотых Отставание По верхнему отрезку Вполне приемлемо Но надо добавлять Чтобы попасть В десятку У нас очень плотные результаты Но еще потому что Я уже говорил Что трасса Чуть-чуть короче стандарта На одну семь И чтобы попадать в десятку Надо менее секунды проигрывать Друзья Такая плотность результата Менее секунды Десятое место Ну а пока Получается Согласитесь Твиберг Ах ну вот да На финише На финише Сегодня такое мы уже видели Вот почему там коварно Там и ошибались И мы видели Как там сильно ошиблась Робинсон Вроде бы нижняя часть Не такая сложная Но вот И опять норвежка Нина Хаверлоозе Ну вот здесь-то точно Да Мы знаем с вами Что у Нины-то Спортсменки За которой мы уже Более десяти лет С вами наблюдаем В Кубке мира У нее конечно же С лалом на первом месте В ее карьере Это однозначно Ну а гигант Гигант так Эпизодически Эпизодически Иногда бывает Даже на уровне десятки Но зачастую Все-таки Не дотягивает До чего-то серьезного Нина Хаверлоозет Зато параллельно Еще здорово ходит Да У нее даже победа Есть в карьере В параллельном С лалами Друзья Ни много ни мало Победа А вот на последнем Позавчера В параллельном Она была Седьмой Тоже уровень Тоже уровень Да Ну вот тот случай Когда я говорил Что Бывают им такие Слабые старты Ну Нина Именно в гиганте Что-то ей Вот здесь На этой трассе Не подходит Эстель Альфан Чуть не сказал Выступает На родине А вы знаете А вот Действительно она выступает Шведская спортсменка Представляющая Швецию А выступает На родине Она родилась Во Франции Папа тоже француз А вот мама Шведка Поэтому она За шведскую команду Сейчас Выступает Сменила Она гражданство Буквально Два года назад Спортивное Гражданство У нее по-моему Два паспорта Обычные Гражданские И французские И шведские Имеются Опау Ай-яй-яй Ну хорошо Было видно Обидно Да А вот кстати Вот может быть В том месте Вот те самые Пресловутые Ледяные пятна О которых нам Наш корреспондент Из Куршевеля Сообщала Потому что Как-то неожиданно Вроде бы уверенно Шла Такое впечатление Как бывает Человек на тротуаре Подскользнулся Ноги из-под него Вылетели Вот то же самое Было у Альфан И шла уверенно И все И вдруг хоп Лыжи сорвались И она чуть не упала Я думаю Что режиссер Сейчас нам Сделает повтор Да Вот вот Посмотрите Там еще и ямка Друзья Да Выбоинка И она вот туда Неудачно попала Видите Ложится на снег Пришлось даже Рукой от снега Отталкиваться Ну конечно Много тут потеряла Очень много Вот видите Все Почти до остановки Да Вы знаете Вот Эстельта С такой ошибкой Она может даже Не попасть На вторую попытку Потому что Она уже 27 Три с лишним Это скорее всего Мы ее больше не увидим В сегодняшних соревнованиях Ирина Куртони Опытнейшая Еще одна опытнейшая Итальянка Ну у итальянок Сейчас все в порядке Лидеры команды На месте Вторая Бассина Третья Бриньоны Куда уж лучше Ну а с другой стороны Друзья Вот такой отрыв То да Есть два лидера Суперкласса А дальше Мы привыкли С вами к тому Что Ну 8 спортсменок Как правило Стартуют Гигантии у итальянок И все Как на подбор Ну приличного уровня Но вот сейчас Видите Бассина с Бриньоны Ушли вверх Вперед А остальные Девочки Как-то уж Совсем Затерялись Да и рейтинг У них далекий Годжа правда Будет стартовать Тридцать первой Годжа Ну она Годжа Вы понимаете У нее рейтинг Вообще слабенький В гиганте Но она имеет право Стартовать После второй группы Потому что Правило такое есть 500 очков и выше Направо Кубки мира Да Не попадает Двадцатку То что не попадает Двадцатку Мы имеем Наверное право Говорить что Неважно Алекс Тили Представляющая Великобританию Ну вообще-то Она из Шотландии Сама родом Мы это знаем Друзья Но Шотландия Пока еще В составе Великобритании Хотя они там Мы знаем Много Уже там Запросов Чуть ли не Отделяться Собираются Но мы Не будем Эту Тему Комментировать Мы просто Горим что Из Шотландии Потому что Великобритании Вообще Не много Горнолыжных Центров Я не помню Но 4-5 Наверное Максимум Наберется И вот парочка Как раз там Находится В Шотландии Откуда Родом Алекс Стили Ну посмотрите В общем-то Не горнолыжная Страна Давайте говорить Прямо Великобритания Уже Два таких Спортсмена Дэйв Райдинг Вообще Звезда Практически Мужчина Вот Алекс Стили Она подтягивается Она Я слежу За ней Она и в том Году Уже Несколько У нее Просто Вы знаете У нее Вот 20 Результат Вы видите У нее Как-то Не получается Впрочем Как и у Райдинга У них Одинаковая Болезнь Они по одной Попытке Вот еще Нет такой Стабильности Одну попытку Могут выдать А вот вторая Слабо Получается У Райдинга Однозначно Последнее время Именно так Помните Он тут недавно Вторым шел Да По-моему Где В леве Да И потом Упал Мог бы быть На пьедестале Ну вот В первой Десятке У нас Пока ничего Не меняется Видите Девятое место По-прежнему Делят Две спортсменки У нас Лара Гут И Тесса Ворли Какие имена Да Лара Гут И Тесса Ворли Но это лишь Девятое место Для обоих Ну а Шифрин Друзья На Девятнадцатом Месте Ну пока Как вы видите Пока у нас Повторы Лидеров Красивые Повторы Согласитесь И вот Как сообщает Координация Друзья У нас осталось Ну буквально Три-четыре Минутки Ну как раз Вот три номера Посмотрим Потому что Ну не будем Не можем же мы Завершать трансляцию Не посмотрев на Софью Годжу Да Как бы было Нелогично Она сейчас Будет стартовать Кстати вот сейчас Вся троечка Кого мы увидим Друзья Это очень Большие имена Но в скоростных Дисциплинах И Годжа Олимпийская чемпионка И Зибенхофер Которая дважды Выиграла спуск В прошлом году Да И Корин Сутер Которая в этом году Уже на пьедестале Неоднократно Но как раз Вот тот самый момент Когда специалистки Скоростного спуска Себя и в гиганте Хотят проявить Почему бы нет Все же Подумывают В том числе Об общем зачете И мы видим Что тенденция Такая Не только В женском кубке А в мужском Да Мы видели Сколько людей В Биверкрих Да Там и Парис И Майер Все 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 пытались Ну с разным успехом Давайте прямо Говорить Но все пытаются Тоже зацепить И те виды В которых они Ну прямо так скажем Не блистают Хотя Годжа По юниорам Она вообще Чемпионка мира По гиганте Была Друзья Она Гигант Был одной из лучших Дисциплин Но вот как часто Бывает с возрастом Спортсменки Все-таки Выбирают Более скоростную Специализацию Годжа В этом плане Не исключение 27 лет Этой спортсменке Ну в общем-то В расцвете Силы Таланта Софья Годжа Если бы опять же Пресловутые травмы Которых она тоже Не избежала Как вы знаете Ну надо где-нибудь За 20-е 23-е Цепляться Чтоб на второй Попыточке Ну Годжа Я думаю Она прекрасна Да 24-е Нормально Она будет В 30-ке Я думаю Но она Реально оценит Свои силы Сейчас в гиганте Правда видите Так Рукой на финише Махнула Мола Не очень Но Лишние очки Они не помешают Друзья Не помешают Потому что Все что угодно будет Длинная зима Длинный кубок мира Как Шифрин Обычно нам говорит Какой длинный кубок мира Надо пропустить соревнования Ну Чтоб потом не жалеть В марте месяце Что тебе там 50 очков не хватило Рамона Рамона Зибенхофер Ну а Штрики так и остались На своих позициях Они С 12-го Вся команда С 12-го По 18-е место Дружненько Ну а Зибенхофер Борется За 30-ку Видите Она 27-я Ну тут рискованная Сейчас момент Да Если еще парочку Тройка спортсменов Обыграют Все Так Посмотрим Карин Сутер Вот Она-то точно Человек Который Скоростные Только виды Ходит И гигант Ну Очень редко Но тоже Наверное Посмотрела На Табличку Общего зачета Карин Сутер Кстати на пятом месте Посмотрела Думает Нет Что-то тут не так И Очков-то у нее В гиганте нет Вот Потому И принято Решение Выступать Здесь Сегодня Ну не скажешь Что она совсем Плохо едет Конечно Но Трудно Да Да Все Уже 30-е Это значит Что Не будет К сожалению У Карин Сутер Сегодня Очков Так Ну что У нас Совсем Небольшая Пауза А потом Мы Уже Так Более-менее Подведем Итоги Первой Попытки Возвращаемся В Куршевель Уважаемые Телезрители И Пожалуй Уже Подводим Итоги Завершается Наша Прямая Трансляция Подводим Итоги Первой Попытки Напоминаю Что Здесь Сегодня Проходит Гигантский Слалом Уже Третий В нынешнем Сезоне И у нас Достаточно Неожиданный Лидер Вот Давайте Полюбуемся Это Мина Ферст Холтман Из команды Норвегии Стартовала Она Даже Не В первой Семерке Лучшей По рейтингу А Одиннадцатым Номером И Прошла Быстрее Всех Ну вот Здесь Видно Сразу же Агрессивно Четко Со старта Действительно Да Видно Теперь Мы как-то Не заостряли Внимание Может быть Не подозревали Что она может Хотя я отметил Заранее Друзья Что Вот эта транса Которая Ну согласитесь Может быть Не такой сильный Крутяк Как в Зельдане Но тоже Чем-то Похоже И по покрытию Мне кажется И вот Холтман Она в Зельдане Четвертая Была Вот если Учесть этот Результат То в общем-то И неудивительно Что она Возглавила Первую попытку Тем более Что есть В непривычной Вот этой Роли лидера Будет конечно Непросто Мы еще заодно И посмотрим Как нервы Нервишки Так как Холтман Все-таки Быть лидером Это такая Достаточно Серьезная Ответственность Вот видите Она К тому моменту Марта Басина Лидировала И на 10 соток Ее обошла Холтман Молодец Молодец И знаете Еще какой Комплимент Просто хочется Норвежским Спортсменкам Сделать Они вот После того Как Мовинкель Получила травму Повторную Травму Напомню Мовинкель Сломалась На финале Связки Кубка мира Прошлого сезона Готовила Все Выздоровела И за несколько Дней до старта Вот В Лейк-Луисе Опять Сломала Вернее Разорвала Те же связки Это просто Кошмар Какой-то И вот После Этого Все Норвежки Мне кажется Они наоборот Собрались Да Они не заплакали Они там Не это Они просто Как-то Дружно Вот так Ну молодцы Молодцы В этом плане Конечно Здорово Друзья Вот это Красивые кадры И мы Конечно же Ожидаем Что вы Не пропустите Вторая попытка Всегда интереснее Вторая попытка Всегда решающая Само собой И наша трансляция Начнется В 15.20 Как вы видите На экране В 15.20 По московскому Времени Так что Режиссер нашей Трансляции Анастасия Кольцова И комментатор Владимир Андреев С вами прощаются Но ненадолго До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин